Стать на крыло. В ходе своей первой за период обучения практики курсанты Харьковского национального университета воздушных сил осваивают самостоятельные полеты. А помогают им в этом опытнейшие авиаторы. Летчики, давшие путевку в небо не одному поколению начинающих пилотов. Лично я обучил 64 курсантов. Николай Филатов инструкторской работе посвятил 15 лет жизни. С 70 по 85 готовил летчиков на самолеты Л-29 и МиГ-21. Спустя годы вернулся на аэродром помощником руководителя полетов. Эту должность в Харьковском аэроклубе ввели, чтобы максимально обезопасить процесс обучения курсантов, которые проходят здесь летную практику на легкомоторных самолетах ХАС-30. Просто я свою стихию. Я с юности начинал на таких аэродромах полевых, на винтовом самолете летал. И все это вернулось. Моя юность вернулась. Все как тогда. Подъемы в 5 утра, летная смена 7 часов. Только теперь Николай Филатов наблюдает за начинающими пилотами со стартового командного пункта. На его глазах рождаются летчики. Курсанты выполняют свои первые самостоятельные полеты. Сначала немного волновался. Волнение только внутри. Внешне летчик не должен волноваться. Никак это не должен показывать. Вырулил, запросил взлет, взлетел. Полет выполнял на скорости 130, на высоте 200 метров. Когда идет увозная программа, там немного легче, потому что там рядом сидит опытный летчик-инструктор. А вот когда сами летают, естественно, как каждый курсант, он может допустить и допускает какие-то ошибки. И вот эти ошибки руководитель и я должны заметить и вовремя устранить. Из 32-х второкурсников летного факультета, которые проходят практику на аэродроме Коротич, самостоятельно вылетели уже 90%. Они выполняют полеты по кругу и в зону. Впереди простой пилотаж и элементы сложного. Полеты в составе пары и на боевое маневрирование. Процессы летной работы – это обеспечение безопасности полета. Сейчас лето, сложные метеорологические условия. Сейчас, во-первых, вы заметили, в атмосфере сейчас бывает прогноз один, а творится совсем другое. Это все нужно предусмотреть, вовремя нужно определить, чтобы не пустить, допустим, курсант самостоятельно летает. Бывают сдвиги ветра, бывает резкое усиление ветра. Чтобы это не допустить, мы постоянно, постоянно, то есть расслабляться нельзя ни на минуту. Сейчас ребята еще робкие, говорят в аэроклубе. У них экватор летной практики. В день каждый выполняет до трех полетов. К концу сентября все должны налетать 45 часов. Но кому-то из них продолжить обучение не дано. Освоить самолет, сосредоточить внимание на нескольких параметрах одновременно и следить за окружающей обстановкой могут не все. По статистике, 1% от общего числа приходится списывать. Но это, уверены в авиации, на благо для всех. Анна Симоненко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».